Вы знаете, капустники очень разнообразно бывают по своей форме. Иногда форма такова, что уже такое впечатление, что это уже и не капустник. Вот здесь же, в зале дома актёра, проходил один очень интересный вечер, который я даже затрудняюсь определить по его жанру. Я захотел устроить бал, я захотел устроить бал, Я захотел устроить бал, и я гостей к себе. И ноты угадали. Купил муку, купил творог, купил муку, купил творог, Купил муку, купил творог, и спек рассыпчатый пирог. Пирог, ножи и вилки тут, Пирог, ножи и вилки тут, Пирог, ножи и вилки тут, Но что-то гости не идут. Я ждал, пока хватило сил, Потом кусочек откусил, Потом подставил стук и сел, И весь пирог в минуту съел. Ну, сейчас вы догадались, что речь идет о событии, связанном с 60-летием народного артиста СССР Михаила Александровича Ульянова, которому исполнилось 60 лет, и который категорически был против того, чтобы эта дата торжества отмечалась в форме стандартных, вот уже набившихся с Коми на юбилеев. Но театральная общественность председателем которой он является необычайно требовала того, чтобы это событие не осталось незамеченным. И тогда возникла такая форма как бы такого антиюбилея. И вот в этом антиюбилее, который состоялся здесь, в зале Дома актера, приняли участие очень многие театры, театральные коллективы и отдельные выдающиеся личности. СССР Михаила Александрович О, радость! Я знал, я чувствовал заранее, что мне лишь суждено поздравить юбилея. Сейчас наступил торжество твоего, перестройку в театре вершишь неустанно, после того, как ты тем не сыграл, СТД ты возглавил и стал в другом таки. Играя великого однофамильца, ты стал вождем театральной борьбы, а с маршалом Жуковым просто сродился, войну даже, кажется, выиграл ты. Час наступил торжество твоего, перестройку в театре вершишь неустанно, после того, как ты тем не сыграл, СТД ты возглавил и стал в другом таки. Поздравим гором юбиляра! Будь счастлив, славный юбиляр! Привысит о тебе, родной! Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость подлинной любви. Сердце радость ощущает и заранее вкушает сладость подлинной любви. И сейчас наступил торжество твоего, перестройку в театре вершишь неустанно, по шветоуках детей в театре сыграл, СТД ты возглавил и стал в другом таки. В древовых заводах ролях разъездно проходит твоя неуёмная жизнь. Побьёшь и соргаешь, штурмуешься дым, Побывал ты в вашем коне, Снёс, клад и механилом, Где бы вместе ожидали Подписание договора. Эта кепка на тиме До сих пор в глазах стоит. Часто ступил торжество твоего, Перестройку в театре вершишь неустанно, И больше того, как 10 лет сыграл. Эсто до этогоising Совет таки, В не cleftе, В не коробниix Китайцев. Перестройку вершись Ты, Миша, как тебе сказать, не знаю. В 59-м году, я вот как сейчас помню, ты играл роль Серафима Чайки. Замечательно играл, я считаю. А Чайка это не случайно, Миша. Это не случайно. И вот вы меня что хотите говорить, но ты, Миша, в душе наш, МХАТовский, переходи к нам. Добрый вечер всем. Ну, я, так сказать, сразу перейду, так сказать, к делу. Миша, в фильме, так сказать, «Последний побег», если мне не изменяет память, меня поправят здесь, так сказать, да. Вы играли на трубе, Миша, но степы не бьете. Тему вы можете задать, так сказать, да, как бы подать тему, но симпровизировать вы не можете. Чтобы не быть голословным, я предоставлю, так сказать, одну джазовую композицию на ваш суд. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ну, дорогие товарищи, здесь как-то определилась тема сквозной действия вечера, так сказать. Поэтому извините за повторы, так сказать, которые, несомненно, будут моим поздравлением. Ну, что сказать мне вам, Ульянов? Ульянов, повторы слушать знаю лень, что вы полны идеи и планов, газеты пишут через день. А вот о чем они молчали, сейчас я вам расскажу. Я вам расскажу. Позвольте коротко вначале простые факты и сложу. Вот вы недавно были в Штатах. Беседы с Рейганом вели. И, узнав о разделении МХАТа, он вам сказал, свой не делим. В дни перестройки нашей славны и Рейган понял, наконец, сын не всегда, быть может, главным, хоть главным был его отец. Но все же было трудновато ему в проблемы наши влезть. У нас полегче жить, ребята, пусть театров мало, дружба есть. Ну, с президентом вы, коллеги, он вас спросил, где пьесу взять, чтобы вы в ней были, Миша Рейган. Как мне Шатрову повидать? А вы ему про режиссуру, Шатров далек от катаклизм, что пишет он про диктатуру, не зная ваш капитализм. Что он Ефремову обязан и сед, а ты, приятель, сер, не сможет он работать сразу на США и СССР. Что мы еще свои проблемы порой решаем кое-как, а в США на эти темы не пишет ни один маршак. Тут раздались аплодисменты. Документально, без прикрас. Хочу словами президента закончить скромный свой рассказ. «Ульянов, вы большой оратор, вас силы и таланта сплав. Такой возьмет не только театр, вокзал возьмет и телеграф. И даже Рейгану, не скрою, было совсем не все равно, что он беседует с героем не только театра и кино». А дальше говорят, что Миша потом с ним пил на брутершафт. «Я тут по надобности вышел, а сочинил все это и талант». Приказ по мужскому хору Кокенор имени второго тиража погашения государственного займа 52-го года. «В связи с антиюбилеем народного артиста СССР Михаила Ульянова ограниченному контингенту ансамбля Кокенор передислоцироваться в центральный дом актера для выполнения своего эмоционального долга. Одобрить назначение товарища Ульянова художественным руководителем театра имени Вахтангова «Без права постановки». А Евгения Рубеновича Симонова главным режиссером здания театра имени Дружбы Народа. «Для дальнейшего роста контактов между творческой интеллигенцией Армянский переулок переименовать в проспект композитора Таревердеева, а Богословский переулок в улицу Неглинка. Улицу Пушечная на участке Центрального дома работников искусств переименовать в Большую Пушечную, а Большую Лубянку не трогать. В связи с переименованием Зубовской площади, площадь имени Шолохова, станицы Вешенской, установить памятник Ясаулу Зубову. Установку произвести в рамках культурного обмена. Воздвигнуть групповой бронзовый монумент руководителям министерств и ведомств с возможностью трансформации и рокировки фигур по итогам соцсоревнования вплоть до полной их замены по состоянию здоровья по их просьбе. Продолжаем занятия. Как известно, мы веселые ребята И живем в стране огромной и богатой Но если б мы вели себя иначе То она была бы у нас еще богаче А когда наступит этот рай И успехи хлынут через край Лишь тогда, когда душой и телом Каждый будет заметь своим делом Чтоб росли быстрее наши достиженья Мы хотим в своей работе уважения Мы хотим, чтоб тот, кто нам дает советы Сам хотя бы немного разбирался в этом И тогда работа нам не волк От нее какой-то будет волк И тогда любой из нас не против Целый день от такой работе И тогда работа нам не волк От нее какой-то будет долг И тогда любой из нас не против Целый день от такой работе И не надо, зодчик, наши братья с пугом Хорошо, чтоб каждый был друг другу друга Чтоб мы после наших деловых свиданий Нас с ним выносили, как из финской пани И тогда в ушах исчезнет волк И нормальный будет стол и стул И тогда никто из нас не против Весь рабочий день, работает на работе И тогда в ушах исчезнет волк И нормальный будет стол и стул И тогда никто из нас не против Весь рабочий день, работает на работе СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА